Привет, друзья! Сегодня протестируем камеру UI2, которая не Xiaomi, и посмотрим, как она снимает в разных режимах. Итак, друзья, камера пришла в стандартной упаковочке от UI4K. Здесь ее маркировка, можете прочитать. В комплектацию входит только сама камера, а также шнур USB, инструкция, которая на английском языке. Камера выглядит таким образом. Выбрал я белый цвет, потому что он был буквально там на 10 долларов дешевле. И сверху можете увидеть две такие нахлобучки. Сделал это я уже самостоятельно для ветрозащиты, потому что, забегая вперед, скажу, что ветер очень сильно мешает, и любое дуновение создает очень сильные шумы. Я взял от наушников такие мягкие подушечки и просто на двойной скотч их прицепил. Их можно легко снять, и там будут два микрофона. Эта камера содержит два микрофона. Прислали ее достаточно быстро. Привез ее курьер за несколько буквально дней. В описании идет, что аккумулятор на 1400 мАч. Он только выходит. Но пришел он не 1200 мАч. SD-карточка устанавливается здесь вовнутрь и вытаскивается не так просто. То есть ее нужно зацепить ногтем. Вот у меня с первого раза получилось. Здесь она стоит 10 класса. Не рекомендованная производителем. Скорость записи у этой карточки, я так понимаю, 10 Мбит в секунду. И это мало. При особенно съемках 4К, кадры пропускаются и дерганная картинка получается. И камера не реализовывает свои возможности благодаря слабым возможностям карточки. Но карточка на 128 ГБ у третья ко мне пока еще идет. И поэтому я вынужден был снимать все на вот эту 32 ГБ карту просто 10 класса. Почему я взял камеру именно вот UI 4К? Благодаря прежде всего трем вещам. Первое. Это микрофон. Это наличие стабилизации и линза с углом обзора 155 градусов. Это не сильно много, не 170, поэтому искажения несколько нивелируются за счет пониженной дисторсии. Вот режим микрофона стерео, можно выбрать подавление шума. Но это все ерунда, шумозащита, ветрозащита обязательно нужна. Также настраивается чувствительность микрофона. По умолчанию я поставил высокую, можно поставить низкую или вообще отключить микрофон. Карта памяти можно тут же стереть, отформатировать. Подключается Wi-Fi в двух форматах, либо 5 ГГц, либо 2.4. Коррекция искажений, то есть коррекция бочки или дисторсии. Опять же говорю, остановимся на примерах позже, потому что и работает не совсем он корректно. Точнее, все это делается программно и со своими огрехами. Я снимаю всегда в Full HD 1080p на 50 кадров в секунду. Пал или NTSC. Если пал, то частота кадров кратна 25, то есть 25 или 50. Если NTSC, то 30, 60, ну кратно 30. Есть настройки по блокировке экрана, автоотключению, поворот изображений, если использовать в качестве видеорегистратора. Приняло решение все время снимать на широком углу обзора, потому что средние и узкие углы обзора, они программно раздвигают, как бы увеличивают картинку с потерей качества. Это можно увидеть будет на примерах. Проверяем углы обзора, это Full HD 50 кадров в секунду, широкий угол обзора. Тот же формат, только средний угол обзора. И камера стоит на том же самом штативе, без изменений, и это узкий угол обзора. Замер экспозиции, центровзвешенный, точечный или матричный. Точечный подходит, когда снимаешь со светлого в темное и наводишь на темное, чтобы там была больше детализации. Все остальное работает неплохо центровзвешенный. В зависимости от качества видео меняется битрейт, но я снимаю на среднем и даже на низком качестве, потому что сама флешка не позволяет видеть разницу между высоким качеством и низким качеством. То есть битрейт там максимальный 60 мегабит в секунду. Баланс белого стоит все время в автоматическом режиме, и есть некоторые режимы, которые можно выбрать, и в зависимости от этого картинка будет или синить, или желтить. Цветовой профиль, либо есть нейтральный, либо UI цвета. Нейтральный, менее насыщенный, UI более такой яркий, я его выбрал. Экспозиционное число, это осветление или затемнение картинки. У меня стоит всегда в нуле. Регулировка ISO стоит на автомате, хотя многие рекомендуют ставить конкретную, допустим, не выше, чем 1600 или 3200, для того, чтобы черный оставался черным в условиях слабой освещенности. По поводу резкости. Сейчас я покажу видеоролики, которые сняты с высокой резкостью, и это была ошибка, потому что высокая резкость шарпит детали, и детали становятся как бы неестественными. Потом вставлю для сравнения кусочек видео, снятый на средней резкости, и там уже картинка более-менее такая приемлемая. Так снимает камера без стабилизации, без устранения эффекта дисторсии, и со всеми остальными автоматическими настройками в движении. А сейчас тот же самый Full HD на 50 кадров в секунду, но уже с включенной стабилизацией, но без коррекции и дисторсии. А сейчас включены все электронные помощники. Продолжение следует... А вот так можно снимать себя без всякого штатива, просто держась за камеру широким углом обзора и с включенной стабилизацией. Давайте попробуем немножко побегать, посмотрим, как она будет отрабатывать. Это режим Full HD Ultra, но картинка, скорее всего, некомфортная, потому что лицо, скорее всего, расплывчатое в разные стороны. Потому что она приплющенная из 4х на 3х на 16х 9х, просто взяли ее так и сплющили. Ну, в качестве эксперимента посмотрим, как это снимает. Сейчас снимаем со средней резкостью, и края у картинки не должны быть такие острые. И мне кажется, это более приемлемый вариант. Также у меня есть камера Eikin H3R, которая была куплена как первая камера. Стоит с такой же, 10-го класса, флешки на 32 гигабайта. И для сравнения, есть видео, которое сравнивают в одинаковых режимах, в обычных условиях, если не ходить, особенно со штатива, как минимум не хуже, чем это. Во всяком случае, на том примере, который вы сейчас увидите, разница может сказаться даже в пользу вот этой желтенькой камеры. И в Full HD, 50 кадров в секунду. Без коррекции дисторсии. Но включена стабилизация на UI. Продолжение следует... как вы наверное видели здесь микрофон абсолютно никакой поэтому звук здесь это большой плюс и его вы слышите без дополнительной обработки даже несомненным плюсом этой камеры является обновляемость прошивки я оставлю в описании ссылку на сайт где можно скачать последнюю версию прошивки файлы записи видео full hd 50 кадров в секунду флешки на 32 гигабайта при среднем качестве хватает на полтора часа записи при качестве низком который визуально не отличишь на данной флешки хватает уже на два часа по поводу дисторсия дисторсия также может распространяться на фотоснимки то есть фотографии чтобы не обрабатывать эффект линзы вот этот не убирать рыбьего глаза фотографии настройки ставить разрешение 12 мегапикселей здесь максимальная все остальное на автомате и в общих настройках коррекции коррекции искажений включается и фотография уже получается без эффекта линзы минусы мне не очень понравилось качество записи ночью потому что вечернее время все-таки есть шумы если слабое освещение то ничего не видно автоматика наращивает и а чувствительность iso и появляется шумы если iso и становится меньше это тоже ничего хорошего просто ничего не видно следующий минус видим невооруженным глазом это вот эти две наклейки на микрофоны это отсутствие встроенной ветрозащиты было бы очень неплохо сделать это заводском так сказать формате и чтобы была ветрозащита предусмотрена их хотя бы одевалась потому что ветер даже очень легкий делает невозможным запись звука вообще ну и последняя друзья что мне не понравилось в отличие от power bank а сиоми его можно было проверить на оригинальность здесь же проверка на оригинальность вот посмотрите здесь есть информация по коду на сайте на официальном невозможно поэтому остается только надеяться что она оригинальная но по всем признакам она оригинальная но тем не менее официально оригинальность проверить не удалось и это нельзя сделать на подобных камерах мы заключением пожалуй последняя это зарядка во время съемки если подключить пауэрбанк сюда здесь вот не очень удобная крышечка которая мешается при подключении зарядного провода micro usb ее нужно отклонять в сторону то камера переходит в режим флешки чтобы этого не произошло и в это время снимать нужно прибегнуть к следующему то есть нажать на запись и только после этого подключить питание и тогда камера будет и заряжать и снимать уже на сегодня все я надеюсь это видео было для вас полезным и вы сделаете вывод для себя что же все таки покупать лучшую простую камеру от taken в районе нескольких тысяч рублей его в два-три раза дороже именитую фирму юай я для себя выбор сделал купил две камеры и о чем принципе не жалею всем хорошего настроения и пока